Здравствуйте, это Олег Жилнин, журналист. Я сейчас нахожусь около своего дома. У нас стихийное собрание жильцов в связи с выставлением счетов Якутска Энерго. Перерасчет за какой-то перетоп. И сейчас мы поговорим с нашими соседями и узнаем об этой ситуации более глубже. Счет пришел по отоплению 27 тысяч, по счетчику отопления 9 тысяч с копейками, то есть общий счет совсем в энергосбыте за свет и так далее 38 тысяч. То есть мы должны из кармана выложить сразу 38 тысяч. А вы туда обращались, вам что ответили? Да, я позвонила оператору энергосбыта. Ответ прозвучал такой. На основании жилищного коммунального закона делается перерасчет один раз в год в первом квартале за прошлый год получается. Больше ничего не ответили, сказали, что это был перетоп и мы должны заплатить эту сумму. У вас такая же ситуация, да? Да я посмотрел, решил, что сперва это первоапрельский розыгрыш. Но потом, когда стал выяснять ситуацию, ну да, у меня всегда было тысячи три примерно, а сейчас мне стало 25 черта. Это при условии, что мы оплачивали все счета регулярно. Да, мы тоже ежемесячно платим. У нас четырехкомнатная квартира тоже. И вы обращались, да, к ним? Да, я обращалась, сказали, вот как женщине ответили, точно так же сказали, что это все законно. Значит, сделали первоапрельский розыгрыш, проверяли что-то тут. И у нас получился вот такой этот... Ну, скажем, не очень удивляет, что так произошло, но хотя бы можно было предупредить заранее, что... Вопрос у нас по обращениям граждан по повышению оплаты беляла энергосбыт ПАО ДЭК за отопительный сон 21-го года. У нас заявитель был Желнин. Докладчиком уступает энергосбыт Валентина Васильевна Игина. Нет слова. Я бы хотела в общих чертах очень быстро обрисовать схему осуществления перерасчетов по теплу. Нормативы потребления установлены таким образом, что, как правило, годовой объем потребления намного больше фактического объема потребления. Поэтому при перерасчете по общедомовым приборам учета тепловой энергии перерасчет, ну почти всегда, почти по всем домам, бывал отрицательный. От норматива к прибору, то есть всегда есть экономия. Впоследствии правительством были внесены изменения в порядок предъявления потребителям объема тепловой энергии на отопление. И в текущем году предъявление стало осуществляться не по нормативу потребления, а по среднему потреблению за прошлый год от прибора учета. Соответственно, в ситуации, когда текущий год, за который делается перерасчет, оказывается холоднее, чем прошлый год, мы делаем до начисления, если объем потребления по прибору учета больше, чем потребления прошлого года. Ну, тут больше, чем то, что мы выставили, вот среднего по прошлому году. В обратной ситуации, когда в текущем году потребление оказалось меньше, чем в прошлом году, и чем, соответственно, мы выставили потребителю по среднему в течение года, перерасчет бывает в сторону уменьшения размера платы. До начисления осуществляется совершенно законно, то есть перерасчет может быть и отрицательный, и положительный. И то, что касается дома 8.2 по Дзержинскому, мы разбирали ситуацию с этим домом вместе с Госкомценом, смотрели, как сделан расчет среднего потребления, то есть там есть такие периоды, когда отсутствовали показания прибора учета. Для того, чтобы осуществить перерасчет, мы по одной методике рассчитали среднее. Госкомцен посчитал, что среднее нужно считать немного другой методикой, соответственно, это начисление мы пересчитали в апреле. Перерасчет в апреле отрицательный, суммы минусовые там небольшие по сравнению с плюсовыми доначислениями. То есть люди увидят отрицательный перерасчет, небольшую корректировку в сторону уменьшения в апреле, но это действительно небольшая корректировка, обычно в проделах 1000 рублей. Соответственно, задолженность нужно оплатить. Мы предлагаем людям механизмы этой оплаты, мы предлагаем рассрочку без первоначального взноса на 12 месяцев, именно при возникновении задолженности по отоплению за счет перерасчета. Она заключается в упрощенном порядке, то есть по сути нужен паспорт собственника, ну собственников и документы права устанавливающие на объект. И собственное заявление. Все, больше для того, чтобы заключить договор о срочке, ничего не нужно. На 12 месяцев можно эту оплату растянуть. Ну, я не случайно сделал несколько ряд видео, я журналист, видео даже на федеральном канале. Меня просто удивило сегодня, может быть даже в какой-то степени обрадовало ваше заявление, Павел Икутск, Павел Икутск, Энергосбыта о 1000 рублях. Но на сегодняшний день средненный расчет, начиная с однокомнатной квартиры и заканчивая четырехкомнатной, плывет от 15 тысяч до 40 некоторых квартир. Люди готовы платить самое интересное, но они просят, согласно физического кодекса Российской Федерации, пожалуйста, квитанцию укажите, за что мы платим. Уважаемые депутаты, я могу довести до вашего сведения, что домов достаточно много, ко мне они обращаются и люди, я просил, чтобы они приходили в Энергосбыт, и там, как бы, по заявлению решали эти вопросы. Но на сегодняшний день это Гемеин, Кузьмина, Ярославского, среднем. На Гемеине средний перерасчет составляет 15 тысяч, и заявление Павла Энергосбытова о 1000 рублях очень интересное, потому что мы за апрель месяц только что получили, ничто не изменилось. И какие Ивановны, пользуясь, вопросы, такие вопросы, пожалуйста, вам слова. Андрей Викторович, ну, в принципе, я так понимаю, что это у нас первый такой прецедент, который возник вот по оплате, и, как уже вот сказал Павел Валерьянович, заявления такие продолжают поступать, и их, наверное, будет много. У меня вопрос Валентине Васильевне. Валентина Васильевна, скажите, пожалуйста, вот перерасчет за прошлый год, по каким домам вы проводите этот перерасчет, все ли многоквартирные жилые дома подлежат этому, или каким-то образом это выборочно будет? Перерасчет проводится в беззаявительном порядке по всем домам и всем квартирам тех домов, которые подпадают под условия. По сути дела, условия для перерасчета только одно. Это наличие введенного в эксплуатацию прибора учета, ну, хотя бы часть периода в течение года календарного, за который делается перерасчет. Когда возникают отдельные периоды, по которым либо прибор учета не был введен в эксплуатацию, либо не предоставлялись показания, либо прибор учета работал в нештатном режиме, для расчета объема потребления для перерасчета, вот именно за этот период, за этот месяц используется замещающая информация, то есть есть определенные расчетные способы расчета этого объема, для того, чтобы сделать перерасчет. Все, больше ничего. Все перерасчеты, которые мы должны были сделать в первом квартале, обращаю внимание, что в начале апреля люди получили платежный документ за март, то есть это перерасчет, который сделан в марте. Соответственно, эти платежные документы мы выставили, перерасчеты завершили. Мне кажется, то, что сказал Олег Леонидович и назвал цифры, пока, например, люди не видят никакой экономии. И мне кажется, опять сработал принцип, хотели как лучше, получилось как всегда. Я думаю, что после сегодняшнего заседания количество заявлений и обращений граждан возрастет в геометрической прогрессии. Но к этому вопросу надо будет подходить более детально и более серьезно. Сегодня, к моему сожалению, не смог присутствовать представитель госпонцерна на данном заседании. Мое предложение создать рабочую группу по данному вопросу и рассмотреть более детально уже с представителями, допустим, прокуратуры и госпонцерна данный вопрос. Детально с примерами на дом. Потому что мы сейчас, ну, предлагаем поговорить, но я чувствую, надо еще этот вопрос будет обсудить. Мы предлагаем более подробно рассмотреть заявление жиламина Олега Леонидовича по данному адресу Кижинского, 8, 2, 2, дать пояснение заявителю. Мы предлагаем создать рабочую комиссию по заявлениям, которые поступают в адресу Кижинского по перерасчетам за тепло за 2020, 2021, 2022 года. И направим от комиссии запрос в прокуратуру по деятельности в ГСШН о запрете на проведение проверок присутствующих предприятий. Вот заданы три вопроса буквально совместно. Андрей Викторович, а можно еще добавить, да, что, может быть, вот, чтобы были какие-то разъяснения в СМИ? С каждым заявителем все равно не смогут встретиться и объяснить ему. Постановление правительства пишется не для людей, для профессионалов. Поэтому должна быть какая-то информация, доступная для всех людей. Не просто ссылка на статью или еще, а действительно, вот как Анатолий Андреевич сказал, понятным нормальным человеческим языком. Потому что люди не обязаны, как бы, знать и считать формулы и так далее. Каждый профессионал в своем деле, он занимается профессионально своей работой. Вот этот вопрос, кстати, как раз-таки на рабочей комиссии, потому что там должен быть, в соответствии с пуском цены, на безбыту сделать информацию, в связи с массовой информацией, по доначислениям. А кто за 24 предложения прошел проголосовать, уважаемый депутат, товарищ Афисий, у вас на замок. Оказывается, ситуация перерасчетом, это не первая история в России, как у нас. Оказывается, еще в 2019 году, в январе, в городе Камиртау произошла именно такая же ситуация. С утра в администрации города и жилком сервисе многолюдно. Причина в том, что жители Камиртау начали получать квитанции и были шокированы. Новые сюрпризы не очень приятные. С началом Нового года преподнесли ресурсоснабжающие предприятия. Речь идет о начислениях за тепло. Люди в недоумении. Откуда взялись дополнительные начисления? Почему никто не предупредил их о грядущем повышении платы за тепло? По данному вопросу, глава администрации Борис Беляев провел оперативное совещание с руководителями Камиртауских тепловых сетей, управляющих компаний и предприятий жилком сервис, которые, в свою очередь, утверждают о законности своих действий. Норматив увеличивается на 10%. Так, отопление 1800, переплата, перерасчет 3500. Ну где 10%? Устные доводы и объяснения главу города не устроили. Он поручил специальной комиссии выяснить все случаи с большими начислениями по каждой квартире, в то время как необходимо было заранее провести собрание в каждом доме. Более детально с каждым домком мы взяли бы у них какие-то там показания приборов учета, согласовали бы, ребята, у вас вот тут вот такая ситуация, будет перерасчет, вы бы холоднее было, сейчас вот вы имеете в виду, ознакомьте, пожалуйста, с этим перерасчетом всех своих там в декабре месяц это надо было сделать, до того, как мы раздадим квитанции. Они были бы готовы уже. Но эта работа должна была вестись, ребята. В городе Кемертау была проверка по тепловой энергии, по тарифам, также были определены нарушители и сделан перерасчет населению. А также все нормативы, тарифы были опубликованы на соответствующих сайтах, которые сейчас существуют. Почему этого не сделано до сих пор в нашей республике и в городе Якутске, остается загадкой. Субтитры создавал DimaTorzok